всех приветствую на моем канале сегодня такое видео знаете орхидейках которые я травила от насекомых это вот такая смотрите кремовая достала я ее из горшка вообще видео пересадки не собиралась делать помните я вам показывала что от шеи у нее растет огромное количество корешков новеньких молоденьких растет листик вот он такой вот тоже крапчатый красивый и с другой стороны тоже масса корешков растет прям шейки даже и старые продолжают свой рост но хочу вам сказать появилась она у меня в середине февраля и вот до сегодняшнего дня сегодня у нас 4 мая нам не росла в покупном субстрате он был довольно влагоемкий внутри был вот вот здесь торфяной стаканчик под попой орхидейки посмотрите на состояние корней подпорченных практически нет ну разве что знаете есть вот такие подсохшие немножко корешочки и все но какое количество у нее растущих корней просто обалдеть я достала и просто в шоке вот они у нас все растущие корешки красивые зеленые прям в огромном восторге именно в такой момент это конечно самое удачное время для пересадки безусловно растущие молодые корешки легко травмируется но почему самое удачное время потому что мы посадим ее даже если какой-то корешок у орхидеи закуклится от того что допустим и его коснулись это кора его коснулась или повредился он то растение находится в росте в активном и в любом случае проклюнется где-нибудь на другом корешке молодые ростики и растение укоренится довольно быстро в течение месяца произойдет укоренение именно поэтому весна когда идет вегетацию растения очень удачный момент для пересадки нашего фаленопсиса сажать я буду закрытую систему в стеклянную вазу я объясняла почему потому что орхидей много и с точки зрения что поливает реже именно поэтому сажаем некоторые экземпляры абсолютно не всех закрытую систему но безусловно стоит стоит быть очень внимательным к посадке данным методом новичкам я не советую данный способ потому что оборачиваясь на тот промежуток времени когда я только знакомилась с орхидеями и если бы я тогда посадила подобным способом то у меня точно бы произошло гниение корней само видео пересадки я решила для вас не снимать думаю что ничего нового я вам не покажу я покажу вам только лишь готовый вариант уже когда посажу и и я уже подготовила раствор фитоспорина с цирконом и виталайзером hb101 пропорция у меня такая на литр воды 20 капель готового концентрата фитоспорина 4 капли цирконом именно 4 не больше не меньше такова инструкция с цирконом перебарщивать не стоит и две капли виталайзера hb101 и в этом растворе я теперь замочу мою орхидею стоять она у меня будет скорее всего так как не полита было где-то до вечера пусть пьет и напивается и то же самое я потом проделаю и белым беглипом который стоит сзади также достала белый беглип и решила вам показать состояние корней здесь конечно корней много намного больше чем предыдущие орхидеи также есть вот я специально не удаляла плохие корешки которые есть тут на поверхности было несколько подсохших таких корней в центре торфяного горшочка не было но сам субстрат был очень многоемкие как будто бы грунт добавили обычную такую землю также имелся поролон местами вкраплениями но торфяного горшочка не было что касается корешков также огромное количество молодых растущих корней вот-вот-вот везде по проклевывались корни вот здесь центре хорошие корни я пробовала их сжимать они плотные хорошие мне всегда перед посадкой сюда уголька насыпаем чтобы хорошенько просохла серединка и тогда уже приступаю к посадке и также при посадке всегда вот сюда в центр кладу в основании скажем так кладу кусочек пенопласта вот такое количество корней вы видите что их намного больше чем там но в любом случае то это орхидея с огромным потенциалом и все у них будет порядке это ни в коем случае не реанимация это обычная посадка орхидеи поскольку и там и там корней много и таким образом мои орхидеи предстоят 1 где-то часов 12 потому что она не поливалась другая постоит несколько меньше потому что я ее вчера только поливала постоит тоже попьет этого раствором затем просохнут и я уже посажу их и чуть позднее покажу вам уже готовый вариант и сейчас у нас 25 мая вот так выглядит уже готовая посадка моих растений я покажу вам чуть ближе что у меня получилось растение за время что посажены немножко теряли тургор после пересадки но в целом то есть тургор довольно приемлемый скажем так для того момента адаптации что они проходят и покажу вам листик еще какой красивый у нее растет такой листочек растение огромное количество корешков проклевывается и у этого бегли по даже где-то и видны корешочки растущие вот они еще конечно вы видите появляется плесень в горшочке я буду проводить обработку скором поскольку проливала фитоспорином уже и также еще проливала фитоловином но фитоловин в этом случае не очень действенный скор мне понравился больше поэтому несколько дней деньков пройдет и я обработаю орхидеи скором я благодарю вас всех за внимание до скорых встреч до скорых встреч